Сегодня на библейском портале Экзогет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это Евангелие от Луки 6, 17 и Евангелие от Матфея, 5 глава 1-2 стих, мы рассмотрим такой вопрос. Почему Лука говорит, что Господь Христос встал, чтобы учить их, то есть пришедших на гору, в то время как Матфей пишет, что он сел, чтобы учить их? Прочитаем сначала Евангелие от Луки, 6 глава, 17 стих. «И сойдя с ними, встал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа, и сей иудеи Иерусалима, и приморских мест, тирских и седонских». Здесь у Луки мы видим, что он встал на ровном месте, где было удобно собрать людей на горе. У Матфея, 5 глава, 1-2 стих. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их говоря». Ну, мы уже выяснили с вами, что содержание этих проповедей было одно и то же, то есть речь идет об одной проповеди, но почему в одном случае он встал, чтобы говорить, а в другом сидел. Кстати, то, что пишет Матфей, более соответствует иудейской традиции. Как мы знаем из трудов отца церковной истории Евсевия Кесарийского, Матфей писал свое Евангелие для лиц еврейской национальности, то есть для христиан Палестины. А форма обучения, она предполагала, что учитель сидит, а ученики и слушающие, они вокруг него тоже сидят или стоят. То есть у кого как получается. Как разрешить это недоумение? Есть точка зрения, что эти ссылки могут относиться к разному времени на протяжении одного и того же события. То есть сел сначала, подошли ученики, началась беседа, а потом встал. Возможно, Лука описывает события до проповеди, когда Иисус, стоя, все еще исцелял людей. И вот смотрите, Лука, 6 глава, 17-19 стих, как раз это подтверждает. Тогда, как весь народ искал прикасаться к Нему, понятно, Иисус не мог найти места, чтобы сесть. Где он возвед очень своей на учеников своих говорил, свою проповедь. Поэтому здесь внимательно надо смотреть Лука, 6 глава, 17-19, и Лука, 6 глава, 20 стих. Потому что когда к Нему стремились прикасаться, конечно, он встал, исцеляя людей, я не думаю, что он это делал, сидя. Но когда начинается процесс обучения, то он сидит. Таким образом, Лука и Матфей, они не противоречат друг другу, они на самом деле как бы дополняют один другого. И об этом очень важно помнить, когда особенно в наше время враги Слова Божия, они ставят под сомнение Евангелие, говорят о каких-то там противоречиях евангельских. Ведь с чего началось грехопадение? Змей поставил под сомнение авторитет Слова Бога. Вот с чего началось грехопадение наших прародителей Адама и Евы в раю. Когда змей произносит фразу «подлинно ли сказал Бог?». И вот когда мы слышим эту же фразу по отношению к Евангелию, а нет ли там противоречий, а вот тут так сказано, тут так сказано, мы должны догадываться, что это шипение змея, от кого бы оно ни исходило. Мы верим в точность Божественного Откровения. Друзья, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Храни вас Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok